Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Проблема у меня в том, что я давно в разводе. Живу с ребёнком вдвоём, привыкла быть сама хозяйкой своей жизни, но как только появляется мужчина, причём любимый и любящий, буквально через месяц я скатываю в депрессию и апатию. Скатываюсь. То есть я чувствую, когда мы вместе, что я не могу делать то, что хочу. Всё, появляется обязанность накормить, вести себя нормально, выглядеть. Меня это напрягает почему-то, хотя люблю. В итоге расстаюсь, так было уже два раза. Апатия. Лежу и жду, когда он уйдёт, и я буду опять ходить, драться-кодеться с грязной головой и не париться. Что со мной, помогите. Смотрите, у вашей ситуации есть, как мне кажется, несколько основных таких моментов. Первый момент касается того, что вы действительно не можете быть собой. А я имею ввиду, с мужчиной. И в общем и целом, это вопрос к тому, как вы выстраиваете отношения. В общем и целом, это вопрос к тому, как вы взаимодействуете с партнёром. Ну, вот, ну, в принципе. То есть, ну, какого рода это взаимодействие. Потому что, есть подавление, есть подавление, что вот то, что вы пытаетесь, грубо говоря, да, пытаетесь, ну, выглядеть как-то вот как нужно. Есть подавление, что это не от любви. Вот. Есть подавление, да, что это не от любви. Есть подавление, что это вот, ну, в данном случае это не проявление любви. В данном случае это проявление, скорее, больше страхов. В данном случае есть ощущение, есть подавление, что это больше проявление чего-то такого, достаточно негативного. Например, это может быть проявлением непринятия себя. То есть, вот вы, допустим, себя до конца не принимаете в данном случае. Вот, можно говорить об этом, как вариант. И, соответственно, отношения вы в данном случае пытаетесь построить, ну, я бы не сказал, для того, чтобы сделать кого-то счастливым. Ну, например, мужчину в данном случае, да. А отношения вы пытаетесь построить, например, потому что, допустим, должны. Жми. Вот. То есть, в принципе, вот то, как вы говорите, то, что вы описываете, да, ходить как мне удобно, там, с грязной головой и прочее. Вот. Да, здесь есть вопрос вашего отношения к себе, да, здесь есть вопрос того, что они являются ли, вот, к примеру, ну, вот, то, что вы описываете, да, они являются ли, к примеру, это, ну, допустим, допустим. Не является ли это признаком того, что вы к себе относитесь не очень хорошо и, допустим, ну, себя обесцениваете, вот. То есть, вот, такое нежелание о себе заботиться, да, оно в любом, в любом случае это вопрос, вот. В любом случае это вопросы, это вопросы, вот, ну, в первую очередь к вам, конечно. Но, вы взваливаете на себя слишком, очень много обязанностей, получается, почему-то. То есть, вы взваливаете на себя обязанности для, по тому, чтобы хорошо выглядеть, кормить и так далее. Если честно, меня это прямо немножечко зацепило, вот эта фраза, что я должна, там, накормить, вот. Ну, мне кажется, что, во-первых, это не главное, во-вторых, ну, мужчина, как бы, я думал, в состоянии себя накормить сам. Вот. То есть, это вопрос, это вопрос по поводу того, как вы выстраиваете отношения. То есть, во-первых, каких, каких мужчин вы, условно говоря, любите, да, то есть, каким мужчинам у вас возникают чувства. Вот, что это за мужчина, да, если, там, ему, там, вот, самое главное, чтобы, там, грубо говоря, его накормили, да, ему самое главное, чтобы, там, его, его, ну, его женщина, как бы, выглядела хорошо и так далее. То есть, почему эта женщина не может позволить себе с ней быть собой. Вот. Все это за любовь, такая, такая. То есть, это вопрос именно про, про чувства. Да, а вот вообще про любовь ли здесь идет речь, как бы. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, это вот как раз не совсем про любовь, на мой взгляд. На мой взгляд, это история больше про высокоформализированные отношения. А вы можете сказать, ну, а что, я, там, не должна, например, мыть голову, да, не должна о себе заботиться и так далее. Ну, возможно, вы и должны это делать. Но, тут момент, момент в чем. Одно дело, если вы, если вы хотите этого сами. Вот в чем момент. Одно дело, если вы этого хотите. И совсем другое дело, если вы этого не хотите. То есть, само по себе, именно само по себе выделение, так скажем, такого рода проблематики. Это разные вещи. Вот. То есть, эээ, то, что вы не хотите, например, о себе заботиться, то, что вам, допустим, ну, неинтересно, о себе заботиться. Допустим. Опять же, повторюсь. Вот. Это само по себе может являться проблемой, но это, опять же, с моей точки зрения, может быть и истории просто про, ну, истории про, о банальный стиль жизни. Здесь я хочу уточнить, что я не имею в виду банальный стиль жизни. Я имею в виду банальность выбора стиля жизни. То есть, это может быть просто банальный выбор стиля жизни. Вот я такая. Ну, вот. Конечно, за этим может, вне всякого сомнения, да, за этим может скрываться некая депрессивная составляющая. Ну, вот. Ну, на мой скромный взгляд, да, вот среди психологов есть такая позиция, что человек должен, там, вот, ну, при любом раскладе, да, там, о себе, допустим, ну, заботиться, да. То есть, должен, там, как бы, ну, поддерживать какую-то гигиену и так далее. Вот. Я согласен с тем, что гигиена важна и нужна. Ни в коем случае не призываю от нее отказываться. Вот. Вот. Но я думаю, что если вам этого не хочется, если вам этого не хочется, если вы как-то, вот, ну, например, не ощущаете, допустим, падения, да, своего качества жизни, вот, если вы не чувствуете, что, ну, что, вот, качество вашей жизни падает под того, что вы делаете, именно, 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 вот, именно по вашим собственным ощущениям, если вы так не чувствуете, то я не думаю, что вам нужно это делать. То есть мы, я все-таки стараюсь исходить из того, что, главное, комфорт человека, вот, а не какая-то, вот, обязанность, да, не какая-то, вот, необходимость. То есть, на мой взгляд, позиционировать вот то, о чем мы сейчас говорим, как необходимость, ну, на мой взгляд, это совершенно не лучшая идея. От слова совсем. Вот. Но то, что вас это волнует, может быть, как, ну, результатом того, например, что вы сами чувствуете, чувствуете некую инородность этого. Хотя, так проблему вы не ставите, то есть вы не ставите проблему так, что, о, о, я хочу, значит, перестать, как бы, игнорировать, там, то, как я выгляжу, да, и хочу, допустим, ну, начать, ну, о себе заботиться, вот. То есть одно дело, если бы вопрос стоял бы так, это было бы одно дело, если бы вопрос стоял таким образом. Но вопрос таким образом в данном случае не стоит у вас. У вас стоит вопрос того, что вы чувствуете себя как бы обязанным мужчиной, получается. То есть мужчина как бы вас подавляет, ну, вот, в данном аспекте получается. Вот, и естественно, если вы, ну, как бы, если вы чувствуете, что вы должны, да, если вы ощущаете, что вы на себя, ну, взваливаете, там, условно говоря, Ну, какие-то обязанности, да, если вы взваливаете на себя то, что вам может быть не совсем по душе, если вы взваливаете на себя по своим ощущениям много, слишком, например, то, естественно, вы будете чувствовать подавленность. Вот. Было бы странно, если бы подавленность вы не ощущали. Потому что в данном случае подавленность, ну, свидетельствует по большому счёту только о том, что, ну, что вы чувствуете давление. Ну, вот. И что вы не отдаётесь, как бы, отношениям. Ну, что вы не наслаждаетесь отношениями, как бы. Что вы, ну, по большей части, требуете от себя. Требуете от себя. Требуете от себя того, что, ну, может быть, вам, вообще говоря, не так сильно, ну, подходит. Вот. То есть, опять же, это пока что только мои предположения, да, и я не знаю, как. Вот на самом деле обстоят дела, может быть, я ошибаюсь здесь. Но, мне кажется, что вот, ну, здесь такой момент. Следующий момент, на который тоже хотелось бы обратить ваше внимание. Следующий момент. Он заключается в том, что вы в разводе, он заключается в том, что, ну, развод это, вот, всегда, по большому счёту, да, это, возможно, возможно, травма, то есть, как бы, ну, вы можете чувствовать, вот, что, например, ну, допустим, в результате развода вы получили некоторую, некоторую, ну, некоторую, скажем так, ну, некоторую травмированность, да, вот, можно это так озвучить. И если вы чувствуете, вот, что, ну, если вы чувствуете последствия развода, скорее всего, вы чувствуете их последствия, в смысле, развода, вот, то, на мой взгляд, очень важно этот аспект прорабатывать. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, что, например, травму развода, которая может оказывать на вас, вот, такое воздействие, да, травму развода, имеет смысл, во-первых, и, наверное, признать, во-первых, наверное, признать, что на вас это, вот, ну, оказывает, скажем так, какое-то влияние, да, это первое, а второе, это прожить и проработать, чтобы не оказывал, вот, сейчас, потому что оказывает, оказывает достаточно силы. Вот, и, в общем и целом, как мне кажется, ну, само по себе, да, то есть, ну, само собой подобное вряд ли, ну, вряд ли пройдет, вот. И, в общем, самостоятельно вам вполне может быть, что с этим не справиться, вот, потому что вы бы уже могли, вы бы уже справились с этим, если бы могли. Ещё у меня, у меня была мысль такая, что возможно, это вот, что называется, только возможно, но возможно, возможно, что подобное состояние, состояние депрессии у вас возникает из-за ассоциации молодого человека с вашим мужем. То есть, вы как бы, как бы, возвращаетесь с мужчиной, да, вот в эти отношения, которые у вас были с мужем, и отношения эти, ну, понятное дело, очевидно, не слишком хорошие, да, не слишком такие позитивные, раз вы, так или иначе, с человеком, получается, отношения завершили. Вот. То есть, я бы сказал, что здесь может быть история ещё и про то, что вот вам тяжело, вот, то есть, ну, вот именно из-за того, что вы не до конца это прожили, получается. Вот. Ну, то есть, вы не до конца прожили такое, ну, такое своё переживание, ну, болезненное, да, может быть, вот в какой-то степени и так далее. То есть, это тоже может вас, конечно, беспокоить. А мужчина, например, здесь ни при чём. И ваше, как бы, ну, ваше нежелание или наоборот желание о себе заботится ни при чём тоже. Вот. Хотя я повторюсь, что здесь могут быть, конечно же, нюансы, здесь могут быть варианты различные. То есть, мне кажется, мне кажется, что это нужно разбирать более подробно и более детально, если мы хотим как-то понять, что с вами происходит. Вот. На данный момент. По крайней мере. Еще один важный момент заключается в том, что вы говорите, помогите мне. Хочется спросить, а какой вы видите помощь психолога в данном случае? Потому что вы видите помощь психолога так, что вы просто задаете вопрос сейчас, читаете или, как в моём случае, например, слушаете его и всё. Это так получается? Если так, то я не хочу вас расстраивать, но вряд ли это сработает. Потому что очевидно, что состояние у вас не простое и очевидно, что состояние у вас достаточно, я бы сказал, глубинное состояние. Да, то есть, ну, достаточно серьезное. Вот. И, соответственно, это состояние, оно, ну, так просто от вас не уйдет, потому что вы имеете какую-то выгоду. Вы получаете какие-то выгоды из этого состояния. Вот тоже такой достаточно важный, как мне кажется, момент, потому что, как бы вот система вторичной выгоды, она удерживает человека от того, чтобы что-то в своей жизни менять. Вот. Ну, и она удерживает, собственно, вас от того, чтобы что-то менять. То есть, вы получаете. Вот. Что вы здесь получаете? На мой взгляд, очевидно. Вы хотите, вы хотите свободы. Вот. Отношения, любые отношения даже, ну, даже отношения, где есть любовь, отношения, где есть чувства, отношения, где вроде бы, вроде бы всё хорошо, но для вас, ну, всё равно выглядит, выглядит так, как будто бы вот, ну, как будто бы это угроза какая-то для вас. То есть, это не выглядит для вас как, ну, как что-то вот такое хорошее, как что-то такое свободное. Это не выглядит для вас как что-то такое вот позитивное, к сожалению, опять же. да. Вот. Свободу вы потерять боитесь. Возможно, ну, опять же, да, возможно, я говорю, что… это только возможно, что… ну, возможно, дело здесь исключительно только в том, что… в простых отношениях, в своих вот… в простых ваших отношениях, вы были очень не свободны. Вот. И сейчас свободу просто вы боитесь потерять. Вот. Если это… если это так, то ничего удивительного и страшного в этом нет. Бороться с этим состоянием я бы не рекомендовал. Ну, в этом смысле, потому что, на мой взгляд, не нужно бороться… не нужно бороться, на мой взгляд, с тем, что вы, допустим, чувствуете, с тем, что вы, допустим, хотите и так далее. На мой взгляд, здесь важно не бороться, а, на мой взгляд, здесь важно как раз-таки разбираться с тем, что вам нужно, разбираться с тем, что вы хотите. Вот. И, ну, как бы, принимать это, это, заявлять об этом, что очень важно, кстати говоря. Вот. То есть, почему заявление важно, потому что на заявлении, на заявлении строится, ну, взаимодействие, искреннее взаимодействие, открытые взаимодействия, где я не боюсь сказать о том, что я хочу, или, например, я боюсь, то есть, ваш страх никуда не денется, если он есть. Я боюсь, но я все равно говорю, я все равно это вношу в наш контакт. Вот. Понимаете? То есть, отношения, в которых человек не может быть собой, они, ну, на самом деле, обречены на такой достаточно серьезный, конечно же, провал, ну, или, как минимум, на очень серьезное такое испытание, напротив. Вот. И, кто знает, может быть, именно потому что вам очень сложно быть собой, может быть, именно по этой причине, ну, вот, из-за того, что вам сложно быть собой, вы как раз таки и, ну, и развелись. Может быть, именно потому что вы не могли быть собой, вот, в итоге вы, там, грубо говоря, ну, грубо говоря, терпели, 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 да, сколько могли, терпели, старались как-то вот, значит, ну, подстраиваться, вот. Вот, и в итоге у вас просто ничего не получилось, не получилось, вот. И, как бы, отношения разрушились, ну, потому что, вот, никто, никто не оказался готов к тому, что, вот, в действительности вы, там, хотели бы быть, например, хотели бы быть совсем, ну, совсем другим человеком, допустим, опять же. Вот. Вот. То есть, вот такой вариант, он тоже, конечно, возможен. Такой вариант тоже имеет, ну, имеет место быть. Вот, но, я хочу, как бы, заметить, я хочу подметить следующее, что, несмотря на то, о чем я говорю, это всего лишь предположение, я не знаю, как обстоят дела на самом деле. Для того, чтобы узнать об этом, нужно все-таки, все-таки с вами поговорить. Нужно все-таки, ну, провести, как интервью, так называемое интервью, да, то есть, когда, вот, ну, когда мы собираем информацию. Вот. Необходимо это сделать. Для чего? Почему, точнее? Чтобы лучше вас понимать. Чтобы не делать проспешных выводов. Вот. Чтобы не ошибиться нам в своих, ну, в своих выводах. Опять же. Понимаете, да? Какая штука. А пока что, есть довольно большой риск того, что мы можем ошибиться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Обращайтесь за помощью. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за консультацией. Вам это пригодится. Буду вам даже уверены на связи на faith. Спасибо за просмотр! Продолжение следует. Продолжение следует...